Проходит матушка зима, март наступил, запели птицы, и скоро будут гнезда вить, растит потомство, а пока любви наставшая пора, дурманит голову, чарует, и каждый от любви ликует. Смотрите, вот же я, готов! Мы слышим мартовских котов и воркование голубей, и жизнь нам кажется добрей, милей и где-то даже веселей. 19 марта. День Аркадия. День назван в честь преподобного Аркадия. С юных лет он посвятил себя иноческим подвигам. Был наставником святых Иулиана Врача и Евула. Еще в этот день поминают святых равноапостольных Константина и его матери Елены. Они прославились своей благочестивой жизнью и добрыми делами. Согласно преданию, именно царица Елена и ее сын Константин отыскали тот самый крест, на котором был распят Иисус Христос. В этот день у русского народа было особое почтение к воде. Сегодня освещали колодцы, ходили в баню, а утаптывание снега возле колодца помогало сделать воду в колодце более вкусной. Этот же обряд позволял взять у колодца крепость и здоровье. Также следили за тем, чтобы талые воды не наполняли колодцы. Женщинам, у которых на данный момент месячная или беременность, сегодня не разрешалось подходить к колодцу, чтобы не испортить воду. Не следовало ругаться, сплетничать, курить, выпивать, поминали предков. Вода все воспринимала и придавала это в мир умерших предков, которые смотрели на живущих людей через воду. Бытовала поговорка. Плюнуть в колодец все равно, что родной матери в глаза. Приметы. Морозная погода сегодня жди весны и теплого лета. Сегодня нельзя пить воду из чужого колодца, чтобы он не пересох. Если сегодня утром ударил мороз, то еще 40 дней будет такая же погода. Дятел в лесу стучит, холода продлятся еще. Лед на реках тонет, год будет неурожайным и тяжелым. Доброго здоровья, уважаемые посетители канала. Вот вы молодцы, активно включились в работу по обретению собственного здоровья. Вот на мой виду с чисткой печени думыслы и реальность, где там говорили, что то-то реакция, там камни образуются от масла и лимонного сока и прочее, прочее, прочее. Я там все дела развеивал. Вот Евгений Шталь пишет, что во время чистки выходили камни с полгрецкого ореха. После этого у меня перестало колоть бок во время бега. Еще одно доказательство того, что камни не образуются из масла. Еще я чувствовал, как в правом боку нарастало давление от крупного камня, а потом по протоку быстро проскакивал камень и давление отпускало. Такие ощущения ни с чем не перепутаешь. Видите? Одно дело, вот я все вам рассказываю, показываю и прочее, прочее, прочее. А это уже ваш опыт. Я просто, знаете, как-то удивляюсь, что вот надо то, что вы наглядно видите, чувствуете, ощущаете, надо еще это доказывать, отстаивать. Это, в конце концов, личная, будем говорить, работа и проблема каждого человека. Хотите обрести здоровье? Пожалуйста, ознакомились с механизмами, бац, там масло, все там такое выпили. Вы сделали и сравнили свое самочувствие до чистки и после чистки. И желательно не одной, а нескольких. И принимайте решение. А вот вы сделали несколько чисток. Ага, выходили камни. Первая, вторая, третья, четвертая, все камни валили. А пятая, шестая, седьмая уже их нету. Самочувствие лучше и лучше. О чем вы-то говорите? Доверяйте самому себе. Вот то, что прочитали у меня, у других, сделали, сравнили, почувствовали. Опа! И применяйте. Я же сейчас, вот некоторые спрашивают, а какой там состав для клизмения вы там посоветуйте? Хочу почистить там толстый кишечник. Я подробно описал, какие составы и так далее. Ищите. Я не хочу быть вот этот полторуха муха. Одну я там повторяю, такую составу, такой. Я иду дальше, 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 дальше. Так вот, что я вам хочу сказать. Организм, система самообновляющаяся и самоочищающаяся. И если мы с вами поставим его в нормальные условия, он очистит и кишечник, и восстановит его работу, и печень, и прочее, 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 прочее. Просто в некоторых случаях надо помочь, все это дело сдвинуть, чтобы побыстрее. Это одно. Но в дальнейшем, в дальнейшем, когда вы уже почистили печеночку, толстый кишечник, все, старайтесь использовать такие методы, ну, будем говорить, более естественные. А именно, питание, салаты метелочки. Пошли салаты метелочки, которые чистят толстый кишечник. Для этого примерно недельки, две, три надо ими попитаться. А потом можно там видоизменить. Естественно, хорошо и прекрасно. Что касается печени. Ага, печени. Есть продукты, которые позволяют лучше выделяться желчи из желчного пузыря, там, из печени и прочее, прочее. То есть, улучшают отток, способствуют растворению желчи, делают ее менее вязкой. Используйте их. Ну, например, хотя бы свекольный сок. Столовую ложку свекольного сока на стакан яблочного сока. Выпили разочек в день. И так, грубо говоря, если вы это будете делать в течение, допустим, полумесяца, вы мягенько там почистите печень, приведете ее в порядок. Либо же просто-напросто одну столовую ложку растительного масла с утра раз только натощак вы выпили. Тоже будет способствовать потихонечку вот этому же процессу. И ряд там других. Поэтому читайте книги, вникайте. И старайтесь так свою жизнь построить, чтобы вы и жили, и были здоровы, и умело работали со своим организмом. Мы очищали его, стимулировали, работали и так далее, и так далее. Вот этим я хотел с вами поделиться. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok